За плечами Анатолия Медведько почти полвека работы с электросетями. За эти годы, вспоминает ветеран, бывало всякое. Когда подключали подстанцию Куйбышевскую, работали круглые сутки, почти не отдыхая. И спали по мере возможности на ходу. Можешь сесть на окошечко, покемарить, а другой вдруг посмотрит за тобой. Потому что когда возникнет твоя обязанность тут быть на месте, ты здесь. Такова все-таки наша обязанность справляться с этим. В честь 75-летия Самарского производственного отделения филиала МРСК «Волги» Анатолия Медведько и других ветеранов вместе с самыми выдающимися сотрудниками компании награждали почетными грамотами и благодарственными письмами. С высоким напряжением работают самые ответственные люди. Человек должен быть грамотный. Для этого к нам приходят специалисты, они проходят обучение. Во-вторых, человек должен быть выполнять, безусловно, все правила производственной безопасности, беспрекословно, и быть спокойным всегда во всех ситуациях. Самарские электрические сети начинали свою работу в 41-м году. Со 109 трансформаторных подстанций, 87 километрах воздушных линий и 137 километров кабельных. Все это обслуживали только 129 человек. Сейчас на балансе электросети уже почти 10 тысяч километров линии электропередач и более полутора тысяч трансформаторов. Но самым ценным считаются люди, которые ежедневно обслуживают Самару и 9 районов области. Численность состава в производственном отделении более 800 человек. Самое основное, самое ценное – это кадры, это люди, те, которые работают на этот подприятии. Без них, конечно, ничего бы этого не было. И от них зависит все, как будет работать и жить наши города и районные центры. Сотрудники МРСК «Волги» дежурят круглосуточно, оберегая бесперебойную подачу электричества по всей Самарской области. К тому же ведутся работы по переустройству 110-киловольтных линий передач вдоль главной магистрали города. И строится главный питающий центр для нового стадиона «Самара-арена». Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.